Наградили лучших журналистов области. Во Владимире прошел губернаторский прием в честь Дня Российской Печати, который отмечается 13 января и уже давно перерос в общий праздник журналистики. Без вас, а точнее без результата вашего труда, невозможно ощущать пульс жизни. Как говорится, если новость есть в газете, на экране, в интернете, значит новость есть на свете. Призы победителям областного конкурса журналистских работ и средств массовой информации, «Ответственность. Позиция. Признание» в торжественной обстановке вручали губернатор области Светлана Орлова, а также ее заместители и руководитель департаментов и общественные деятели. В 2017 году конкурс проводился в 32 основных и 8 специальных номинациях. На конкурс поступило по заявкам, а также было отобрано членами экспертного совета около 2000 работ от 89 журналистов и руководителей СМИ. Сюрпризом для гостей губернаторского приема в честь Дня Печати стало выступление финалиста шоу «Голос», фронтмена Владимирской группы «Рекорд-оркестр» Тимофея Копылова. Среди победителей конкурса – журналисты телеканала «Губернии-33». Главный редактор компании Александр Орлов награжден премией в номинации «Экологическая безопасность. Лучший руководитель СМИ. Автор проекта». Для молодой телекомпании 2017 год стал особенным. Наверное, главное достижение, которого достигла телерадиокомпания «Губернии-33» – то, что мы получили статус 21-й кнопки, то есть обязательно общедоступного канала. Сейчас вошли во все кабельные, ко всем кабельным операторам региона и присутствуем практически во всех муниципальных образованиях в территории области. Это серьёзно расширило нашу аудиторию. Журналист «Губернии-33» Татьяна Косолева также отмечена наградой в номинации «Гармонизация межэтнических отношений». А ведущий телеканала Александр Козлов признан лучшим голосом Владимирской области. Среди победителей множество журналистов областных изданий. Выпускающий редактор газеты «Муромский край» Мария Гусева награждена премией в номинации «Социальная политика». Кроме того, в прошлом 2017 году журналистка победила во всероссийском конкурсе региональных СМИ «Панацея», а также стала журналистом года в своём родном городе Муроме. Ветеранам нашей муромской журналисти, которые воспитали меня, вот без лишнего пафоса могу сказать, положа руку на сердце искренне, большая им благодарность, большая благодарность тем, кто поддерживает меня сейчас. Ну и, конечно, читателям нашей газеты, которые читают, которые оценивают, которые критикуют, это тоже полезно для нас, журналистов. Журналистика – это своего рода искусство подачи информации и приготовления новостей. 2018 год принесёт представителям СМИ множество поводов для формирования информационного пространства в регионе, а значит и новые победы. Екатерина Глазкова, Александр Горшков, Губерния 33.